Почем китель, солдат? Стоимость военной экипировки не должна произвольно расти в угоду поставщикам и продавцам. Для этого уже изучают цены в магазинах Новосибирска. Константин Клещин оценил динамику ценообразования. Спрос на походную экипировку и сопутствующие товары возрос с того момента, как была объявлена частичная мобилизация, и цены подскочили. Казалось бы, все естественно, рыночная экономика. Но этот аргумент не очевиден для представителей партии «Единая Россия» и ее молодежного крыла. Неужели пара сотен тысяч мобилизованных по всей стране может так всколыхнуть этот рынок? И решено провести мониторинг цен в магазинах. У нас есть вот такой вот перечень, в котором есть плановые цены, которые были до начала специальной военной операции. Наша главная цель здесь – выявить тех недобросовестных продавцов, которые цены искусственно завышают. Сегодня группа мониторинга была сразу в нескольких магазинах военной одежды. И хотя в масштабах мегаполиса это лишь небольшой срез, но и он информативен. Дорого стоят импортные товары, но на них всегда такие цены. В остальном все как до специальной операции. Нас встретили в большинстве магазинов с пониманием. Нам оказали содействие специалисты, консультанты. Провели, показали и рассказали, собственно, в том числе и по качеству товара. Рассказали про ценовой диапазон от УДО. Ну и в том числе им удалось переговорить по поставкам. А вот здесь возникает любопытный момент. И все-таки проблемы есть. Что больше беспокоит – это отсутствие необходимого размерного ряда и отсутствие необходимого ассортимента. Большим спросом пользуются подшлемники, берцы, утепленные ботинки. Вопрос экипировки весьма непростой. И дело не в том, есть амуниция на складе или нет. Просто нужна современная экипировка. А российская армия, к сожалению, в этом отстает. Принято считать, там вязаные варежки и вязаные носки шерстяные, они там неэффективны. Потому что, к сожалению, в современном мире все очень технологично. И война уже идет. Война не 1941-1945 года, а с использованием тех технологий, которые присущи нашему современному времени. Эта ситуация преследовала еще советскую армию примерно с конца 60-х годов. Острота проблем выявилась в Афганистане. И в 80-е предприняты решительные шаги на перелом ситуации. Но перестройка и развал Советского Союза застопорили этот процесс. В веке нынешнем радикальные перемены также не наступили. Константин Клещин, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Новости ОТС.